Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летость». Сегодня 9 июля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1487 году русский воевода Даниил Холмский штурмом взял Казань. В 1898 родилась Ольга Андровская, будущая актриса. В 1906 году вышел манифест Николая II о распуске Первой Государственной Думы. В 1919 ЦК РКПБ издал воззвание «Все на борьбу с Деникиным». В 1933 родился Элем Климов, кинорежиссер. В 1970 году был открыт Литературно-мемориальный музей Александра Грина. 9 июля 1487 года русский воевода Даниил Холмский штурмом взял Казань. Смуты, начавшиеся в Казани по смерти хана Ибрагима между его сыновьями Алиханом и Мухаммед Имином, дали Ивану Третьему случай подчинить Казань своему влиянию. В 1487 году изгнанный братом Мухаммед Имин явился к Ивану Васильевичу, прося помощи. Во главе Большой Московской армии воевода Даниил Холмский выступил в новый поход на Казань. Татары попробовали остановить продвижение Московской Ради, но были разбиты в сражении близ устья реки Свияги и отступили. Несмотря на упорную защиту города, после 50-дневной осады Казань сдалась. Летописцы сообщали, что в лето 6995 года июля в 9 день воеводы же великого князя Даниил Холмский и прочие воеводы же Болгарский град Казань взяша и царя казанского Олегама Паймаша и с царицей, и матерь его, и братью его, и сестры его из Эмаша, и всех их привели к великому князю на Москву. Город первый раз по-настоящему был в руках русских войск. На долгие годы в Казанском ханстве воцарился сторонник Москвы Мухаммед Эмин, который прекратил набеги на русские земли и фактически вступил в вассальные отношения с великим князем московским Иваном Третьим Васильевичем. Придавая огромное значение этой победе, Иван Третий через своих дипломатов послал весть о ней даже в Италию. Все заслуги в этой победе принадлежат князю Холмскому. Впервые он прославился благодаря блестящей победе над крымскими татарами, подступившими в 1468 году к городу Мурому. В следующем году он, находясь во главе великокняжеского войска, одержал не менее блестящую победу над казанскими татарами и принудил казанского царя подписать мирный договор, по которому тот обязывался удерживать своих подданных от набегов на русские земли и возвратить всех русских пленных. С помощью Холмского Иван Третий смог в 1477 году подчинить своей воле великий Новгород. В 1473 году Холмский во главе многочисленного войска двинулся на помощь Пскову, осажденному ливонскими рыцарями, и успел склонить ливонского магистра и дерптского епископа к возобновлению мира. За эту блестящую бескровную победу Холмский был пожалован в бояльник. 21 июля 1898 года в Москве в семье юриста родилась Ольга Андровская, будущая актриса. В 1916 году по совету знаменитой актрисы Малого театра Гликерии Федотовой Андровская поступила в театр «Корша», где под наставничеством ведущего актера Николая Радина началась ее профессиональная сценическая деятельность. В 1919 году она поступила в студию художественного театра. В 1924 году Андровская дебютировала в трупе «Мхата» в роли Лизы в спектакле «Горе от ума», причем роль Фамусова исполнил сам Константин Сергеевич Станиславский. Премьера прошла успешно. Андровская сумела здесь отойти от уже ставшего для нее привычным амплуа комедийной актрисы, на что обратил внимание Владимир Иванович Немирович Данченко, поручавший ей в дальнейшем роли и иного плана. В 1930-е годы Андровская блистала в знаменитом спектакле «Реклама Откинс», играя Рокси Харт. Это была первая современная американская пьеса на сцене «Мхата». «Андровская», писал Немирович Данченко Станиславскому, «выдвинулась в рекламе очень ярко. Комедия делает самые большие сборы». Следующий большой успех пришел к Андровской в роли Сюзанны в комедии «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» – «Бо Марше». Премьера состоялась в апреле 1927 года. До начала 50-х годов прошлого века спектакль шел на сцене «Мхата» с бессменной исполнительницей главной женской роли Ольгой Андровской. В октябре 1948 года исполнилось 50 лет со дня основания «Мхата». В связи с юбилейной датой Андровской в ряду ведущих актеров было присвоено звание «Народной артистки СССР». А в 1949 году она с успехом сыграла роль богатой и коварной купчихи Лебедкиной в «Поздней любви Островского». В кино актриса снималась мало, но всегда блестяще. Фильм «Медведь» с Андровской и Жаровым в главных ролях вошел в золотой фонд советского кинематографа. Кроме того, в историю отечественного кинематографа актриса вошла, блистательно сыграв в двух экранизациях по произведениям Чехова «Человек в футляре» и «Юбилей». В 1952 году она сыграла «Леди Тизл» в спектакле «Школа злословия». В том же году этот спектакль был экранизирован. Последней ролью Андровской стала роль пани Конти в прославленном спектакле «Соло для часов с боем». Премьера состоялась 13 декабря 1973 года. Одновременно спектакль был экранизирован. За эту роль Андровской была присуждена Государственная премия РСФСР имени Станиславского. 9 июля 1906 года вышел манифест Николая II о распуске Первой Государственной Думы. В этот день пришедшие на заседание депутата Государственной Думы Российской империи Первого Созыва нашли двери в Таврический дворец запертыми. Рядом на столбе был прибит манифест Николая II о распуске Думы. Государственная Дума Российской империи Первого Созыва проработала всего 72 дня. За это время депутаты успели одобрить лишь два законопроекта об отмене смертной казни и об ассигновании 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая. Другие проекты до постатейного обсуждения не дошли. Распуск Думы объяснялся тем, что выборные от населения вместо работы строительства законодательного уклонились в непринадлежащую им область. Официальная газета «Россия» так прокомментировала распуск Думы. Дабы спасти народное представительство и сделать его работоспособным и жизненным учреждением в кругу законодательных учреждений империи, верховной власти не оставалось другого пути, как признать нынешний состав Думы неспособным к законодательной работе. В манифесте также было объявлено о проведении новых выборов по тем же правилам, что и в Первую Государственную Думу. Прочитав манифест, часть депутатов в количестве 180 человек, в основном кадеты, трудовики и социал-демократы, собравшись в Выборге, приняли воззвание «народу от народных представителей». В так называемом Выборгском воззвании говорилось о том, что правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. Воззвание призывало гражданскому неповиновению, отказу платить налоги и поступать на службу в армию. Под документом поставили подпись 169 человек. Еще 55 человек сделали это позднее в Петербурге. Весть о распуске Государственной Думы мгновенно разнеслась по Петербургу рано утром, а к двум часам дня об этом говорила уже вся столица. Однако народ, вопреки ожиданиям депутатов, практически не откликнулся на призывы думцев. Против подписавших воззвание бывших членов Государственной Думы было начато уголовное преследование. Большинство из них было осуждено на три месяца тюремного заключения и лишено избирательных прав. Таким образом, они лишились также права заниматься в дальнейшем политической деятельностью и не могли более стать депутатами Государственной Думы. 9 июля 1933 года в Сталинграде родился Элем Климов, будущий кинорежиссер. Его первое образование не имело никакого отношения к актерскому мастерству и кинематографии. В 1957 году он окончил Московский авиационный институт, работал инженером-конструктором на одном из московских заводов. Сотрудничал в молодежной редакции Всесоюзного радио и Центрального телевидения. И только в 1964 году он окончил режиссерский факультет в ГИКО, мастерскую Ефима Дзигана, и начал работать режиссером на Мосфильме. Режиссерским дебютом Климова стала комедия «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Этот фильм полон социальной сатиры на особенности хрущевской эпохи и жизнь в СССР в целом. Неудивительно, что его сразу положили на полку, в частности за издевательство над кукурузной программой, в то время активно продвигавшейся Хрущевым. Через некоторое время после снятия Хрущева фильм все-таки выпустили на советские экраны. Он моментально завоевал широкую популярность, а на фестивале фильмов для молодежи в Каннах в 1966 году он был удостоен специального приза жюри. Следующей его работой в кинематографе стал фильм «Похождение зубного врача», о молодом стоматологе, превратившемся в объект поклонения целого города. Как часто бывало в то время, режиссер встретил нарекания со стороны кинематографических чиновников. В 1967 году фильм был положен на полку. Климов обратился к совершенно новому для себя жанру и теме, поставив историческую драму «Агония» о Григории Распутине и кризисе власти в предреволюционной России. Этот фильм получил международное признание, премию Международного кинофестиваля в Венеции в 1982 году. На фоне абсолютного большинства других советских картин об этой эпохе, тенденциозно, пресно и исторически неточно отображавших ее события, фильм воспринимался как дерзкая крамола. Агрессивный визуальный ряд картины, отсутствие героев идеологически правильной ориентации, все это вызвало категорические возражения высших советских руководителей. Картина была выпущена в прокат только через 7 лет после ее завершения. Не менее серьезен фильм «Иди и смотри». Климов поставил своей задачей показать на экране жестокую правду борьбы белорусских партизан с немецко-фашистскими оккупантами. В центре повествования судьба юноши, пережившего потерю родных и ставшего свидетелем массовых убийств. Режиссер смог воссоздать жуткую атмосферу оккупации. Созданный режиссером фильм стал одним из крупнейших шедевров кинематографа, посвященных Великой Отечественной войне. «Российская летопись» – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова